Слава Богу, что мы сегодня здесь смогли собраться. Мне кажется, это уже чудо, и всё под его контролем, и дай Бог, чтобы дальше у нас получалось здесь собираться. Согласны? Давайте прочитаем 92-й Псалом. «Господь царствует, Он облечён величием, облечён Господь могуществом и припоясом, поэтому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утверждён искони, Ты от века. Возвышают реки Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои. Но пачи шума, вот многих сильных волн морских, силён вышний Господь. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни». Аминь на это. Давайте его прославим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 пою я аллилуйя присутствие врагов мои пою я аллилуйя вижу я как стратежи мою я мое оружие хвала пою я аллилуйя за нас воюют небеса я буду петь среди шторма и волк громче и громче но мою слышь господь надежда моя ты победил смерть воскресший наш царь пою я аллилуйя всем что есть внутри меня пою я аллилуйя вижу как уходит тьма пою я аллилуйя пусть смеет сверьте мне путь мой пою я аллилуйя я аллилуйя я лаганаю пою я аллилуйя ты победил смерть надежды у нас Восслышаю громче Восслышаю громче Восслышаю громче В присутствии врагов моих Восслышаю громче Вижу я, как страх бежит Восслышаю громче Мое оружие хвала Восслышаю громче Восслышаю громче В присутствии врагов моих Восслышаю громче Вижу я, как страх бежит Восслышаю громче Мое оружие хвала Восслышаю громче Восслышаю громче Восслышаю громче Восслышаю громче Восслышаю громче и из пепла надежда моя ты победил смерть в воскресшей нас дар Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Зальи Отмечаю, а тебе ты сердце не открыт благодарен безграничному что ты меня простил Знаю, любишь ты меня, для тебя поёт душа Ты, ты оживляешь вновь меня О, ты, ты оживляешь вновь меня О, приходит время для изменений О, только тебя я прославлю, прославлю Сидите всех, кто жаждет, кто радость ощутит И петь мы не устанем, его превозносим Знаю, любишь ты меня, для тебя поёт душа Ты, ты оживляешь вновь меня О, ты, ты оживляешь вновь меня О, приходит время для изменений О, только тебя я прославлю, прославлю О, тебя О, тебя Ты, оживляешь вновь меня Ты плохой Ты плохой Ты плохой Ты плохой О, ты, оживляешь вновь меня О, только тебя я прославлю, прославлю О, приходит время для изменений О, только тебя я прославлю, прославлю О, только тебя я прославлю, прославлю О, только тебя я прославлю, прославлю О, приходит время для изменений О, только тебя я прославлю, прославлю Я знаю, я знаю Ты плохой КОНЕЦ Есть хвала, ее не удержать Сила в ней, чтоб цепи все порвать Не могу молчать я Вера есть, как пламя горит она Радость есть, ее так боится тьма Не могу молчать я Если пуля сильна, громче песня моя Восвышу громко я свой голос Простираясь до небес, до небес Восвышу громко я свой голос Простираясь до небес Есть хвала, ее не удержать Сила в ней, чтоб цепи все порвать Не могу молчать я Вера есть, как пламя горит она Радость есть, ее так боится тьма Не могу молчать я Если пуля сильна, громче песня моя Если пуля сильна, громче песня моя Восвышу громко я свой голос Простираясь до небес, до небес Восвышу громко я свой голос Я свой голос Простираясь до небес, до небес Восвышу громко я свой голос Простираясь до небес Я петь буду вечно Я петь буду вечно Я петь буду вечно Восвышу громко я свой голос Простираясь до небес, до небес Вослышу громко я свой голос, простираясь до небес Вослышу громко я свой голос, простираясь до небес Вослышу громко я свой голос, простираясь до небес Играет музыка Есть скала, на которой я стою Есть надежда, с которой я живу И неважно, что встречу на пути С тобой, Господь, я все смогу пройти Есть скала, на которой я стою Есть надежда, с которой я живу И неважно, что встречу на пути С тобой, Господь, я все смогу пройти Иисус, надежда Ты моя Иисус, к Тебе укроюсь я Иисус, Иисус, Господь Есть скала, на которой я стою Есть надежда, с которой я живу И неважно, что встречу на пути С тобой, Господь, я все смогу пройти Иисус, надежда Ты моя Иисус, Тебе укроюсь я Иисус, Иисус, Господь Иисус, надежда Ты моя Иисус, 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 Господь Мертвые воскреснут Спящие проснутся Только в нем Только в нем Люди без надежды Найдут свое спасенье Только в нем Только в нем Только в нем Пури все утехнут Покой на полке сердце Только в нем Только в нем Чудеса увижу Откроются все верить Только в нем Только в нем Только в нем Иисус, надежда Ты моя Иисус, Тебе укроюсь я Иисус, Иисус, Господь Иисус, надежда Ты моя Иисус, Тебе укроюсь я Иисус, Иисус, Господь Иисус, Господь Иисуса Иисус, Господь иисус, Господь Иисус, надежда Ты моя, Иисус, Тебе укроюсь я, Иисус, Иисус Господь. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь. 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 Иисус. Иисус Господь. 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 Жизнь я приму, ломимый за мой грех. Ты был распят, Иисус, я жизнь обрел в Тебе. И чашу жертвы Той, мне не забыть вовек. Грех искупил Ты мой, и новый дал завер. Аллилуйя, буду всю жизнь вспоминать я. Аллилуйя, совет Твой мне не забыть. Спасенье совершу, я с трепетом внутри. С Тобой свой путь пройду, чтобы быть Иисус как Ты. Аллилуйя, буду всю жизнь вспоминать я. Аллилуйя, совет Твой мне не забыть. И если я с пути собьюсь, от благодати отвернусь, напомни, как Ты спас меня. Аллилуйя, всю жизнь буду помнить я. Аллилуйя, всю жизнь буду помнить я. Твоя милость велика. Твоя милость велика. Твоя милость велика. Не могу предоставить я. Жизнь без тебя, жизнь без тебя, Твоя милость велика, Твоя милость велика. Не могу представить я, Жизнь без тебя, жизнь без тебя, Твоя милость велика, Твоя милость велика. Не могу представить я, Жизнь без тебя, Жизнь без тебя. И как высоты от глубин, Так от тебя далек я был, Но благодать меня нашла. Пока не встречусь я с Тобой, Пока забег свершаю свой, Со мной идешь ты до конца. Аллилуйя, 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 всю жизнь буду помнить я. Аллилуйя, 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 Ал велика твоя милость велика не могу представить я жизнь без тебя жизнь без тебя твоя милость велика твоя милость велика не могу представить я жизнь без тебя жизнь без тебя господь твоя милость велика твоя милость велика не могу представить я жизнь без тебя жизнь без тебя твоя милость велика ваш бог твоя милость велика ваша милость велика Distance не могу представить я жизнь без тебя жизнь без тебя и сlynn Как милостив Господь, о слава, слава Тебе! Субтитры создавал DimaTorzok Драгоценный Господь, мы милостью Твоей живы. По милости Твоей мы не исчезли. По милости Твоей открылись глаза наши сегодня утром. По милости Твоей мы могли дойти до этого места и иметь эту возможность. Среди бурь, среди тревог, среди всяких перемен, которые так много сегодня ощущают люди. Но я благодарю Тебя, Боже, что Твои перемены для нас, они всегда поднимают выше. Они всегда окрыляют нас. И в этом Твоя милость, которая превозносится над судом. В этом Твоя милость, которая переводит нас от силы в силу, от веры в веру. И я благодарна Тебе, что Ты хочешь, чтобы никто из нас не остался прежним. Потому что есть Господь на троне. Есть Царь, который царствует и не отдал своей позиции. И я благодарю Тебя, Дух Святой, что сегодня наше обращение к такому Богу, который благой, мы не только об этом поем, а мы это знаем. И потому приходим к Тебе и говорим, Благой Господь, являющий нам лицо Своё, открывающий нам порталы неба над нами и проливающий дождь благословения на всякое жаждущее сердце. О, Отец, осмотри сейчас сердца и проверь степень жажды, потому что Ты видишь, Господи, где есть эта иссохлая земля. Где, Господи, есть то, что называется обезвоживание. Приди туда своей живой водой прямо сейчас, независимо там, где находится человек, независимо, Господь, где он сегодня, слышит или не слышит, но Ты слышишь, Ты слышишь голос жаждущих, Ты знаешь, как взывал к Тебе Измаил, когда Агарь уже потеряла надежду. И Ты видишь сегодня этих Измаилов, Ты видишь сегодня тех, которые были бунтарями и которые оказались в пустыне. Приди туда, Божие, приди туда. И к такой категории людей мы взываем к Тебе, Господи, кто оказался раненым, кто оказался, Господь, загнанным в угол, и туда приди во имя Иисуса. О, блесенгад, самана туда-то бита седар. Я благодарю Тебя, что наш голос сегодня, он не расстилается по земле, а он возвышается к небесам, он возвышается к престолу благодати. И я благодарю Тебя за это, Отец. Я благодарю Тебя, что Ты глазу Своему даешь, глаз силы. Я благодарю Тебя, что помазание глаза, оно приходит от руки Твоей, оно приходит от Твоего канала, оно приходит от Твоего портала, от Твоего источника. Благодать Твоя, Господь, сейчас на нас умножается, потому что, куда Ты приходишь, там все умножается. То, что передается в Твои руки, оно точно умножается и мы отдаем тебе свои сердца чтобы они очистились преобразились, обновились и были Господь той почвой на которую приходит семя жизни и прорастает прорастает обилием урожая прорастает о Господь, я так благодарна тебе что мы можем сказать осмотри сердца там где есть сорняки вытаскивай их, удаляй потому что это не то, что ты насаждал поэтому пусть оно искореняется и искореняется легко и быстро любой сорняк, убирайся с дороги потому что сие сердце которое дал нам Бог носить внутри себя это сердце принадлежит царю царей это сердце бьется в Божьем ритме это сердце открыто для Божественного послания поэтому записывай туда все, что хочешь записать сегодня Господь, записывай выход для каждого записывай свои послания для грядущих дней и я благодарю Тебя, что мы можем сейчас помолиться особым образом за город в котором мы живем благословить его свободой от любых ограничений Господь, если церковь Твоя об этом не будет говорить то некому больше ходатайствовать поэтому мы сегодня как церковь молимся и благословляем Санкт-Петербург будь возвышенным над всеми обстоятельствами возвышение Тебе город и жители этого города и гости да получат от Тебя то излияние блага которое уничтожает любую инфекцию которое лишает власти любого микроба и бактерию во имя Иисуса Христа мы сейчас высвобождаем огненный поток который очищает атмосферу освобождает ее от любых заносов врага от любых мест излияния нечистого воздуха во имя Иисуса а мы говорим очищен очищен воздух очищена атмосфера очищена очищена атмосфера города очищена атмосфера Санкт-Петербурга Аллилуйя Тебе Господь Аллилуйя от лучей Твоих Господь тает тают горы уходят проблемы и потому что руки Твои простерты над городом и народ Твой не молчит и народ молится к Тебе народ возвышает голос Твой народ говорит к Тебе на языках и говорим что дела врага ничтожные ничтожные дела колдовства ничтожные сколько бы враг не понимал своих слуг а мы одной молитвой уничтожаем это действие уничтожаем все ритуалы уничтожаем все то что было в предыдущей ночи или в грядущей во имя Иисуса мы говорим это ничтожно это ничтожно потому что Бог вышел от чертога своего Бог вышел от чертога своего чтобы явить лицо свое народу своему и сказать я вас не потерял я вас не забыл я вас не оставил на поругание я вас не оставил на разорение но я пришел чтобы явить мышцу явить власть явить могущество свое и от глаза потрясаются горы от глаза пустыня дает источникам пробиваться благодарю тебя Господь благодарю тебя Господь что мы говорим источники верхние и нижние соединяйтесь соединяйтесь потому что без на без но призывает голосом водопадов своих и мы Господь водопады Твои водопады Твои наш голос он просто опускается энергетически заряженный небом о блессон Джизус мой гад Алавита Плайдас о глори, глори, глори Джизус о мой гуд Оливардер Апира Плэжасон гуд фаттер Мира Прайсер гуд фаттер Мира Клэдасон Господь ты сказал будет вам что вы скажете а мы говорим что ты освобождаешь от бремени ланей Господь поэтому кому никак не родить свою мечту приди туда приди развяжи все узлы кому надо сейчас сила для родов дай Господь силу родить здоровых младенцев во имя Иисуса Христа и об этом наш голос к тебе сейчас о май гад Алавина Палатан да глостас и мы заступаемся за тех кому сейчас нужна особая помощь и особое благоволение и расположение неба приди в эти места приди в эти палаты приди в эти родильные отделения приди в эту скорую помощь приди мой пастырь приди туда и скажи жизнь явись жизнь явись потому что ты вызывающий роды о май гад Алавина Палатан и мы в физическом мире и в духовном эти роды вызываем потому что ты сказал вы не будете рождать на горе во имя Иисуса и мы так говорим мы не рождаем на горе а то что мы рождаем для счастья и радости для того чтобы ты Господь прославлялся в детях наших чтобы ты прославлялся во внуках наших чтобы ты прославлялся в потомстве нашем спасибо тебе Господь передав тебе свои желания мы говорим а я верю тебе я верю тебе и я доверяю тебе я доверяю тебе судьбу свою я доверяю тебе грядущие дни я доверяю тебе финиш своей жизни я отсюда с этого момента благословляю свой финиш и говорю он благословение старта потому что туда приходим с результатом с плодом потому что туда приходим с помазанием и властью туда приходим с силой воскресения потому что туда приходим как взаимодействие и синергия с небесами я благодарю тебя Господи что финиш наш устроен тобой и мы никому не будем бременем а будем только взирая на тебя на начальника и свершителя нашей веры нашей жизни идти шаг за шагом к тем облакам которые поднимают нас над всеми обстоятельствами и над жалом смерти и ада которые не имеют над нами власти и потому мы говорим Господь верю я в тебя верю и доверяю тебе и слову твоему доверяю могущество твоему доверяю величию твоему доверяю всему что у тебя есть для нас доверяем и не устрашимся доверяем и не остановимся Господь я благодарю тебя благословенно твое присутствие среди народа твоего волны эфира заполняйтесь Богом заполняйтесь жизнью входите в каждый город каждую страну в каждый дом входите волны наполненные божественной рыбой наполненные божественной жизнью благословен Господь благословивший нас и открывший перед нами горизонты которые никто закрыть не может потому что шествие твоей армии твоего полчища твоей церкви оно уже стартовало оно стартовало и оно не останется не останется неизвестным потому что об этом узнает мир об этом узнает земля что шествие нашего Господа через церковь его оно двигается по планете земля и оно работает работает совершая освобождение территории куда мы ступаем где мы Господь хотим быть и куда ты хочешь нас послать и туда идет твоя армия великого Бога который еще не знала земля слава тебе Господь слава тебе слава тебе за твой галгал слава тебе что ты сказал отныне имя городу тому будет Господь там а мы говорим Господь здесь Господь здесь Господь среди нас слава тебе отец слава тебе мы поем вместе с ангелами с ангелами с ангелами не пропускать не пропускать ни одного его движения с ангелами все обстоятельства все обстоятельства где нам нужен прорыв не пропускать не пропускать и с ангелами с ангелами с ангелами с ангелами тебя бог творящий чудеса верю я тебя верю я тебя бог творящий чудеса мы приветствуем на этом месте бога творящего чудеса мы приветствуем судьбе нашей бога творящего чудеса мы приветствуем этом городе проводим вокруг города этого линию крови спасибо тебе любимая линия крови вокруг санкт-петербурга крови иисуса христа мы захватываем сюда все области все близлежащие города спутники мы захватываем за эту линию крови господь слава тебе ты не ограничен и мы не хотим тебя ограничивать возвращать возврати мертвым жизнь кто оказался на обочине жизни чудеса оказался плиту выходите господь возвращай надежду кто придет воскресший сильный наш господь кто мертвый возвращает жизнь творящий чудеса ваших чудеса творящий чудеса верю я тебя верю я тебя поря чудеса Верю я в Тебя, Верю я в Тебя, Бог Творящий чудеса. Верю я прямо сейчас. Верю я в Тебя, Верю я в Тебя, Бог Творящий чудеса. Верю я в Тебя, Верю я в Тебя, Бог Творящий чудеса. Верю я в Тебя, Верю я в Тебя, Бог Творящий чудеса. Верю я в Тебя, Верю я в Тебя, Верю я в Тебя, Бог Творящий чудеса. Слава Тебе, родной, Ты не опаздываешь. Ты всегда приходишь вовремя. И те храмы, которые сидят у храма, они начинают скакать внутри храма. Творящий чудеса. Потому что Ты являешься чудеса. Они так долго ждут. Но когда Ты приходишь, они не могут уже не радоваться. Они не могут не скакать. И пусть, Господь, жизнь в Твоем народе будет только умножаться. Жизнь умножайся. Жизнь умножайся. Чтобы болезни таяли от лица Господа. Чтобы проклятие легко удалялось, а благословение приходило. Чтобы помазание разрушало чужое ермо, которое навязано в жизни через страхи, через колдовство, через неправильные слова. Господь, во всем этом нам нужна Твоя река, которая смывает все препятствия. Разбирает завалы. Твоя река это делает легко. У нее есть особенные руки. Когда она прикасается к камням, они просто отлетают в сторону. Я благодарю Тебя за такую реку. И Ты есть та река жизни, в которой мы хотим окунаться. В которой мы хотим течь и плыть. Но пусть она впереди. Убирает преграды. Убирает завалы. Убирает все то, что называется плотинами, удерживающими Твой поток для всей нашей земли. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя, что мы эту реку сейчас не просто вызываем, а мы ей говорим усилиться. Усилиться как Твоему народу и действовать. Потому что люди, чтущие своего Бога, усиливаются. Для действия. Для действия. И потому река. Ты усиливаешься для действия. Река. Ты расширяешься. Река. Ты забираешь пространство. Река. Мы Тебя приветствуем. Река. 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 Источник твой, источник твой во мне Радость не удержать, танцуем для тебя Источник твой, источник твой, источник твой во мне Земницы все открыты, плененных больше нет Источник твой, источник твой, источник твой во мне Радость не удержать, танцуем для тебя Источник твой, источник твой, источник твой во мне Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Насколько ты знаешь Бога внутри себя? Мы часто знаем Бога, который где-то там в истории, где-то там на небесах. А какой Бог внутри тебя? Ограничен ли Он твоими традициями, взглядом на то, как Бог может или не может действовать? Ограничен ли Он твоим опытом? Ограничен ли Он страхами? Какой Бог внутри тебя? Вы знаете, был сезон, когда церковь много размышляла о том, кто я, кто я в Боге, кто я на этой земле, кто я в церкви. И этот вопрос важный. Для себя на него очень важно ответить. Но есть не менее важный вопрос. А есть еще более значимый вопрос. Когда я узнал, кто я, что я храм, живущего во мне, Святого Духа. Я новое творение во Христе Иисусе, а значит, теперь мне надо узнать, а кто же Он во мне? Какой Бог внутри меня? И как дать Ему распахнуть крылья? Как дать Ему там проявить все, что Он определил и задумал через тебя и меня произвести на планете Земля в 21 веке? Он не дал нам родиться в 18, в 16, Он не дал нам родиться на старте веков, но дал нам родиться на финише человеческого пути. И потому, каков Бог в конце жизни человека на планете Земля внутри меня? Какой Ты, Господь, какой Ты в период жатвы, и насколько я сегодня готов ответить на Твой призыв и сказать, вот я, пошли меня. Вот я, возьми в удел. А если надо что-то заточить, заточи. Если надо что-то отделить, отдели. Но дай мне быть в уделе Твоем во всей нежизни моей. Друзья, пусть эта молитва и наши ожидания приблизят небеса или умножат небеса в наших сердцах. Потому что так важно, чтобы эта природа неба в нас распечатывалась по-новому. Господь, какой Ты в нас? Покажи лицо Твое. Не от престола, а из нашего сердца. Покажи присутствие Твое из нашей личности. Потому что мы обменялись именами с Тобой. Потому что на нас печать Твоего благоволения. Потому что с нами сила воскресения. Потому что в нас та сила, которая сотворила небеса и землю. Эта творческая сила не забрана, а Бог поделился с нами и сделал нас сотворцами с Ним. Он творец истории, а мы с Ним сотворцы истории. И потому мы сегодня не молчим, и потому мы сегодня делаем, говорим все то, чему Он определил явиться. И пусть наши уста наполняются весомыми словами. Пусть в течение недели вес слов не уменьшается, а будет наоборот набираться. Потому что мы очень внимательны к речам Своим. Потому что мы очень внимательны не только в молитве, но в каждом выражении. Нас как личности в словах. Пусть вес и значимость этих слов только умножается. Отец, я благословляю сейчас Твой народ. Посмотреть на себя внутри по-новому. Кто же Бог внутри меня? Какой Ты, Господи? Какой Ты? Покажи лицо Твое внутри сердца. Дай слышать голос Твой внутри себя. Отец, мы часто ждали его снаружи. И Ты давал. Но сейчас мы хотим слышать Тебя изнутри больше и ярче. Как церковь. Как народ Твой. Как люди, взятые Тобой в удел. Я благодарю Тебя, Отец. Я благодарю Тебя, что мы просим, а Ты отвечаешь. Ты знаешь, как ответить многогранно своему народу. И потому мы хотим сейчас исповедовать. Христос во мне. Надежда славы. Христос во мне. Надежда славы. Христос, Ты во мне. И Ты – это надежда славы, которая не постыжает. И дай проявиться этой надежды внутри нас. Мощным-мощным образом. Чтобы люди, с которыми мы встречаемся на этой земле, они видели что-то особенное. Они слышали что-то очень значимое. И поворачивались не к нам, а к Тебе. Потому что наша задача не к себе привлекать, а быть указателями на Тебя. На Того Отца, Который ждет своих детей. На Того Бога, Который никогда не забывал свое наследие. Благодарю Тебя, Господь. Боже, мы принимаем эту взаимность. Мы с Тобой одно. Не только здесь, на земле, но и в вечности. Мы с Тобой одно. Слава Тебе, что мы это осознаем. А Господь от Себя отречься не может. И потому, нося Тебя внутри Себя, мы знаем, что Ты не отвернешься и не отречешься от нас. Но дай Твоей природе в нас забирать новые территории. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, любимая. Спасибо Тебе, дорогая цена. Спасибо. Поселяйся. Поселяйся, Господь. Живешь во мне Ты сам. Ты во мне. Я в Тебе. Я в Тебе. И я теперь Твой храм. Все старое прошло. О-о-о-о. Теперь все новое. Мы с Тобой одно. О-о-о-о. Христос живет во мне. Христос во мне. Я во Христе. Я новое творение. Ты во мне. Я в Тебе. Я теперь Твой сын. Ты во мне. Я в Тебе. И я всегда люблю. Ты во мне. Я в Тебе. Живешь во мне Твой слух. Ты во мне. Я в Тебе. И я теперь Твой друг. Все старое прошло. О-о-о-о. Теперь все новое. Мы с Тобой одно. О-о-о-о. Христос живет во мне. И Христос во мне. Я во Христе. Я новое творение. Эй-э-э-э. Все старое прошло, прошло, прошло. Теперь все новое. Мы с Тобой одно, одно, одно. Христос живет во мне. Все старое прошло, прошло, прошло. Теперь все новое. Мы с Тобой одно, одно, одно. Христос живет во мне. Христос во мне. Я во Христе. Я новое творение. Эй-э-э-э-э-э. Христос во мне. Я во Христе. Я новое творение. Эй-э-э-э-э. Эй-э-э-э-э-э-э. Слава тебе, любимый Слава тебе Как бы ни пытался враг творить какое-то новое человечество Есть уже тот, кто сотворил новое творение И опять он его обогнал И опять у него ничего не получится Потому что Господь сегодня открывает себя внутри церкви своей Чтобы церковь не боялась Чтобы церковь не страшилась и не жила в панике А жила в совершенном мире Потому что твердого духом Ты хранишь в совершенном мире А почему? Потому что на тебя уповает он Господь, на тебя я уповаю Я принимаю совершенный мир Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире Отец, мы принимаем твердость духа Как твой народ, как твоя церковь Ты знаешь, как ты это делаешь А мы просто говорим, твори внутри нас Стержень, основание, крепость И ты сказал, что придут бури и ветры, налягут и воды На строение каждого Но то строение, которое на твоем основании Его воды не смоют Ветры не сдуют и не сломают Я благодарю тебя, что мы сегодня говорим Укрепляя основание народа твоего Укрепляя основание каждого из нас Нам важно иметь это основание до бури Проверить его до бури Чтобы не буря проверяла наше основание А Господь Отец, мы принимаем от тебя Такую основу твоего слова внутри нас Непоколебимую Я благодарю тебя Я благодарю тебя Что праведник он неподвижен Как корень многоветвистого дерева И ты сказал, что такой муж Который не ходит на совет нечестивых Не стоит на пути грешных Не сидит в собрании раздратителей Но у него есть что делать В законе Господа воля его И о законе его размышляет он день и ночь Я благословляю твой народ Размышлять о тебе и слове твоем День и ночь И когда просыпаюсь Все еще с тобой Потому что внутренность моя На связи с небом Потому что ты даешь духу Постоянно пребывать у престола славой И там пропитываться свежими откровениями И ты сказал, будет он как дерево Посаженное при потоках вод Которое приносит плод Во время свое И лист которого не вянет И во всем Что он не делает Успеет Слава тебе, что это про нас Про насажденных в доме Господнем Которые в любом возрасте Плодовиты, сочные и свежие Это про народ твой, Господь Это про детей твоих Это про нас Слово твое И потому мы успешны во всех делах Потому наш разум способен вмещать То, что нам надо узнать Память способна это удерживать И я благословляю твой народ Быть в этом сверхъестественными людьми Запоминать то, что надо запомнить Из твоих откровений Не пропускать ничего Господь, я благословляю твой народ Этой сверхъестественной способностью Сверхчеловека Господь, потому что наши способности Не ограничиваются плотью А мы сильны духом Мы сильны водительством Святого Духа И мы открыты Для этого водительства В грядущих днях Слава тебе, Господь Поэтому мы говорим Наши глаза ясно видят Наши уши слышат тебя говорящим Наше сердце вместилище Божественных откровений Наша память свободна от блоков И принимает только то, что является Божественным содержанием А все образы, которые ты не писал И не рисовал в наших мозгах В нашей памяти, воображении, представлении Да будут стерты прямо сейчас Во имя Иисуса Христа Чтобы они не ограничивали твой народ Чтобы они не удерживали от большего Я благодарю тебя за эту привилегию Возвышать голос твой За наследие твое За церковь твою Которой пришло время встать И быть грозной Как полки со знаменами Господь, я благодарю тебя Что знамена в эту церковь пришли На полки А не наоборот Знамена, потому что есть твои полки Есть твои отряды А теперь они просто пополняются Расширяются Расширяются по всему миру Расширяются по планете земля Божьи полки Поднимайтесь Поднимайтесь из севера и с юга Из запада и востока Поднимайтесь отряды неба Поднимайтесь воины Христа Поднимайся народ многочисленный Народ сильный Народ, который не боится И не страшится врага Но которого боится враг О, слава тебе, Господь Что церковь твою враг боится О, гласедар мартайдос И потому мы не молчим Потому что мы прогоняем его с дороги Мы прогоняем его из нашего сердца и жизни Из наших домов и городов Мы прогоняем его Где бы он ни прятался Огонь идет и обнаруживает И он вынужден убегать Потому что мы служители Бога Огня И у него служители огня Слава тебе, Господь Что от этого огня Ты зажег когда-то сердца И они теперь Не тлеют, а горят Не тлеют, а горят В твою славу Наши сердца Потому что светильник праведного Весело горит Весело горит Пусть радость будет совершенной Пусть победа будет окончательной Пусть место на троне На престоле Божьей славы Наше место никто не займет Оно приготовлено там Иисусом Чтобы мы вошли туда И услышали Добрый, добрый верный раб Сын мой, дочь моя Зайди и наследуй Наследуй благословение Отца твоего Наследуй победу Иисуса Наследуй полноту радости Наследуй уже сейчас И мы благодарим тебя, Господь За эту привилегию За эту силу духа Который ты поделился с нами Чтобы нам не быть ветром колеблемым Но чтобы нам быть дубами праведности Укорененными В твоем, Господь Лесу, саду В твоей роще Где ты нас насаждаешь Я благословляю твой народ Отказаться от всякой лжи врага Малой или большой Нам не нужна никакая ложь Нам нужна истина Которая освобождает Нам нужна истина Которая припоясывает Нам нужна истина Которая никогда не проигрывает Нам нужна истина Которая разоблачает Любую ложь врага Господь, вот эту истину Мы принимаем И одеваемся в эти одежды Принимаем, Господь Ту реформу мышления Которая нам нужна Для того, чтобы эта истина Она только умножала Свои территории В наших судьбах Господь, слава тебе Ты среди своего народа Ты здесь Ты не молчишь Ты не проходишь мимо А ты творишь В своем саду Свою обработку Во имя Иисуса Христа Аминь Господь, вся слава тебе Вся слава тебе Единому Премудрому Вечному Грядущему Живому Всемогущему И любящему В нашем Боге Сочетаются удивительные качества Он сильный и мощный Он любящий и нежный Он победитель И он принимает раненых Такое удивительное И поэтому Где бы ты сейчас ни был В какой бы стадии Знаешь, что грань Божественной сущности Там точно есть Для тебя сегодня Поэтому прими эту грань И насладись Если ты еще не готов Воевать, скажи Господь Не готов Но мне надо готовиться Мне надо принять Твою крепость Поэтому укрепи меня Прямо говори То, что чувствуешь Будь честен в этом Будь открыт Перед Богом Не закрывайся На засовы Не закрывайся На замки А наоборот Раскрывай все пуговицы И говори Господь Я такой, как есть Но в Твоем присутствии Я не за кустами За Адамом А я в присутствии Твоем Чтобы ты работал С моим сердцем Сегодня В течение этого служения Чтобы оно не прошло Мимо тебя Можем присаживаться В Божьем присутствии И благословлять будем Детей наших На то, чтобы они Жаждали Бога Уже сейчас На то, чтобы они Бежали в Его объятия На то, чтобы они Наслаждались Богом Не приходили просто С родителями Потому что так надо А чтобы жаждали Личных отношений И получали эти отношения Ведь Бог дает всем Независимо от возраста Если только ребенок Начинает слышать Что его Бог зовет И откликается На этот призыв Он начинает получать Откровения Не меньше Чем взрослые А иногда больше Слишком детская вера Волнует Господа И потому дети наши Могут получать Очень большие откровения Добрый день Дорогая церковь Меня зовут Екатерина Бояркина Я являюсь Частью детского служения И служу на группе 4.7 И сегодня мне выпала Такая Я даже не знаю Как это сказать Привилегия что ли Благословять наших детей И пока дети У меня огромная просьба Не стойте пожалуйста По стеночкам Проходите сюда Ближе к центру Потому что Это не только моя просьба Но и просьба тех Кто сегодня вас В эфир снимает Пожалуйста Проходите сюда Ближе 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 к центру Быстрее бегите За своим благословением А пока вы собираетесь Я хотела бы Чуть-чуть Немножечко сказать Слово для родителей Которое есть у меня внутри Мы все с вами родители Я начала Присоединилась к церкви К этой церкви Когда моя дочь Начала учиться В онлайн школе С Любой Дзельзик Проходить уроки Сначала Саша начала одна Потом я начала Помогать ей И в результате Сейчас мы уже в обычном В офлайне служении Вместе здесь И я хочу сказать Что когда мы воспитываем детей Часто мы встречаемся С такой ложью Сегодня Ольга Дмитриевна говорила Что всякую ложь врага Нам нужно заменить на истину И в воспитании детей Есть такая ложь Когда что-то не получается И ты огорчаешься И ты винишь себя Что у тебя что-то не так идет Но вы знаете У нас есть Иисус Христос Который дал нам ключи И не только Он дал нам Разные инструменты Которыми мы можем Побеждать всякую ложь И конкретно С нашими детьми Воспитании В Якова 5.16 Сказано Что усиленная молитва Праведного Может многое Мы можем молиться Друг за друга И вот этот самый сильный Инструмент Для того чтобы Отвоевывать наших детей Для того чтобы Наши дети Шли Теми путями Которые Господь им предназначил Это благословение И ходатайственная молитва Поэтому сегодня Мы благословим наших детей От всего сердца От всей души Благословляем наших детей Давайте мы встанем Прострем руки И благословим Дорогие родители Если Есть такие Кто чувствует вообще вину Когда что-то не получается У кого есть расстройство И вы думаете Что я что-то не так сделал И так далее Сегодня Принимайте Убирайте эту вину Перед Господом Просто выбрасывайте ее И просто вставайте В ходатайственную молитву И благодарите Господа За каждое чадо Которое нам сегодня дал А мы благословим детей так Отец Будь с нашими детьми В момент принятия решений Когда перед нашими детьми Возникнут Разные пути Будь с ними Особенно тогда Когда нас нет рядом И пошли им Других людей Которые могут дать им Правильные и нужные советы Дорогой Господь Благослови Каждого дитя Каждое чадо Когда мы молимся Нашему Господу Он дает ответ На наши молитвы И эти молитвы Не лишают выбора Наших детей Они сами будут Делать этот выбор Но благодаря тому Что мы убираем вину И смотрим на Господа Наши дети Тоже будут смотреть В том направлении Дорогой Господь Благодарим Тебя За каждое чадо Спасибо Тебе Боже За каждого маленького ребенка В нашей внутренности Который не получил Когда-то исцеления Благослови сейчас В нас Взрослых Каждого дитя И пусть будет благословлена Каждая сфера жизни Которая Господь Где-то кем-то Врагом Была нарушена Во имя Иисуса Христа Аминь Драгоценная Я приветствую церковь Приветствую вас Рожденные в октябре И Господь дал для вас Такое послание Вам через меня Псалме 138 Современный перевод Написано Славлю тебя За то, что я Так удивительно И так превосходно Создан Драгоценные Я благословляю Чтобы вы В этом вашем Новом году жизни Рассмотрели Как вы удивительно Созданы Потому что Скорее всего Враг говорит Совершенно противоположное Обвиняя Осуждая Тыкая Людей Что вот там У тебя не так И здесь А Бог говорит А ты превосходно устроен А Бог говорит Ты удивительно устроена Дитя мое Посмотри это Посмотри Драгоценное Еще написано В Тимофее 1 4.16 Чтобы мы Вникали в себя Сегодня уже было Это слово Через нашего пастора Чтобы мы Рассмотрели Господа в себе Мы Такие Удивительные Такие Прекрасные Такие Многообразные Такие разные Потому что Бог такой в нас А мы Его тело Мы Его часть Драгоценная Написано Что мы Церковь Это тело Иисуса И он прекрасный И он удивительный Истинный Чистый Верный А значит И тело Его такое же Принимайте Рассматривайте И еще Написано Божьем слове Прочитаю вам Это Псалом 39 Тогда я Сказал Вот иду В свитке Книжном Написано Мне Я желаю Исполнить Волю твою Боже мой Я желаю Исполнить Волю твою Драгоценную Но как можно Исполнить то Если мы Не знаем ее Да Поэтому я Благословляю вас В новом году Рассмотреть Прочитать Этот свиток Что там написано О каждом из вас Великое написано Написано Чудное Написано Что-то очень значимое Драгоценное Важное Чтобы вы Этот свиток Нашли У Господа Взяли Прочитали Этот свиток И пошли И исполнили То что написано В этом свитке Написано Божьей рукой Божьим почерком Драгоценный Я вас заблагословляю И хочу помолиться Можете пока Закрыть глаза Драгоценная Слава тебе Хвала Спасибо за каждого Рожденного в октябре Спасибо тебе Великий Что каждый твой ребенок Он так удивительно Создан Так чудесно Устроен Потому что Ты такой И твои дети Такие же Как ты Так сильно Похожи на тебя Драгоценный Я благословляю Каждого Каждого Кто родился в октябре Не только в октябре Чтобы все У тебя Этот свиток Взяли Раскрыли его И прочитали И уразумели И исследовали Все Что рука Твоя Написала И потом Сказали Господи Вот он я И я Иду Боже мой Я иду Исполнить Волю Твою Обо мне Драгоценный Я благословляю Вас Во имя Иисуса Христа Аминь Дорогие друзья Я думаю Что сегодня У нас есть Возможность С вами Несколько Поглубже Посмотреть На вопрос Нашей жертвы Посмотреть На исповедание Наших уст При жертве И я хочу Сегодня это сделать Вместе с вами С учетом Сезона и времени В котором мы живем Я думаю Что каждый из нас Понимает Что приходя В Божье присутствие Мы имеем Возможности Право говорить Что мы ожидаем Говорить Во что мы верим И тогда Когда мы что-то Приносим В его присутствие То мы Также это Приносим Не молча Даже более того Посмотреть На ветхий завет Как Господь говорил Жертвовать Чтобы шли с потрясанием И чтобы шли в радости То есть Действия И слова Были важны Не просто Знаете Там молча Не глядя И так далее Почему-то Богу Это важно Чтобы была жертва Потрясения Когда ты чем-то Потрясаешь И говоришь Господи Вот это То что я хочу Чем тебя почтить И поэтому я хочу Чтобы мы сегодня Понимали Что все Что мы делаем Сейчас Оно Всходит Завтра В грядущих днях И поэтому Если мы раньше Сеяли с пониманием Что мы делаем Для чего мы делаем То у нас Те дни Которые наступают Это для того Чтобы распечатать Посеянное раньше Но у нас Есть возможность Это усилить И буквально Понимая В каком В каком сезоне Мы сейчас Уже находимся Я желаю Чтобы мы с вами Имея благоприятное Время Сейчас Благоприятное Потому что мы имеем Дома Потому что мы имеем Семьи Мы имеем Одежду Мы имеем Питание Может быть Чем-то есть А какие-то уже Ограничения Но по большому счету Мы имеем Благоприятное Время И надо За это Благодарить Бога И более того Исповедовать Что в мою жизнь Или в моей жизни Это время Не закончится Потому что У Бога есть пути Как это делать У меня Может быть Их сегодня Несколько И они могут Перекрываться Различными Ситуациями Но у Бога Его пути Никто не перекроет И потому Слово Которое я вчера Услышал Я хочу с вами Его сейчас Немножечко К нему прикоснуться Потому что За последнее время Оно часто Мне звучит Зато помолится Тебе каждый Праведник Во время Благопотребное И тогда Разлитие Многих Вот Не достигнет Его Опять же Друзья Есть время Благопотребное И у нас есть Возможность Молиться К Богу О всех вопросах Которые нас Сегодня волнуют И мы Разговариваем С тем Богом У которого Власть Над временем Над пространством Над обстоятельствами Над всеми Ситуациями И потому Помолится К тебе Каждый Праведник Посмотрите Не просто Праведник А каждый Всякий Праведник Он знает Что надо Богу молиться Заблаговременно Вот в этом Есть суть Праведника Он точно знает Что с Богом Надо разговаривать Не в момент Когда уже Все накрыло А когда еще Даже не подступает И когда мы Говорим С Богом О тех Вещах Которые Являются Важными В Его Глазах Он говорит Разлитие Многих Вод Тебя Не достигнет Я желаю Чтобы сегодняшний Пассив У нас Был В этом Направлении Господь Воды Приходит На общество Но меня Они Не достигнут На основании Твоего Слова Что к тебе Молится Всякий Праведник И более того Ты покров Мой Ты охраняешь Меня от скорби Окружаешь Меня радостями Избавления Это продолжение Стиха Или Псалма Вразумлю Тебя Наставлю Тебя на путь По которому Тебе идти Буду руководить Тебя Око мое Над тобою А как Бог Вразумляет Он иногда Дает какие-то Неожиданные мысли Но людям Кажется Это моя мысль Он говорит Я тебя Вразумлю Я буду с твоим Разумом В сотрудничестве Я буду Разговаривать С тобой Через твой Разум Поэтому будь Внимателен К тем мыслям Которые будут Туда приходить Что тебе надо Сделать заблаговременно После молитвы Когда помолился Бог дал в разум Какие-то слова Какие-то действия Осуществляй их Не из страха Не из какой-то боли Не из безысходности Осуществляй Из молитвенной жизни И Господь скажет Тебе Что делать И это не будет Просто знаете Запас на черный день А это будет Понимание того Что Бог Мне сказал Сейчас Это сделать Я благословляю Церковь Я благословляю Людей в это время Потому что у нас Как у праведников Есть это привилегия Получать Вразумление От Господа И хочу вместе с вами Произнести Исповедание Исповедание Которое мы Периодически Произносим Но сегодня Я хочу это сделать Вместе с вами И начать его С молитвы Иовиса Давайте поднимемся Молитва Иовиса Вам тоже известно И он молился От того Что слишком Его достали Обстоятельства Но он мог Сказать ему Такие слова О если бы ты Благословил меня Твоим благословением Распространил Пределы мои И рука твоя Была Со мною Охраняя меня От зла Чтобы я Не горевал А теперь возьмите То что вы Принесли сегодня Для жертвы Возьмите Чтобы мы могли Прямо сейчас Предметно Сказать те слова Которые мы хотим На эту жертву Произнести Принося Сегодняшнюю жертву Мы верим Тебе Господь Что в нашу жизнь Приходят Открытые небеса Овладение землей Открытые хранилища Сотворенные чудеса Сны и видения Ангельские посещения Провозглашения Передача помазания Божественные проявления Помазания и дары Благо поспешения Продвижения Возвышения Вознесения Обеспечения И ресурсы Для того Чтобы идти К народам Спасенные И освобожденные Души И больше душ От каждого поколения Несущие Откровения Царства Благодарю тебя Отец Что я Присоединяю Мою систему Ценностей К твоей И ты Изливаешь На меня Благоволение Благословение Изобилие Чтобы у меня Было больше Чем достаточно Для сотрудничества С небесами Чтобы я могла быть Свидетелем того Как Иисус Христос Получает Свою полную Награду Во имя Иисуса Христа Аминь Господь Я благословляю Этот посев Я благословляю Все что дети Твои принесли На размножение На полный плод И я благодарю Тебя Дух Святой Что то что Приносится в Твое Присутствие Оно также Размножается Размножается Не только в сосудах Размножается В домах Народа Твоего Потому что Ты даешь Рукам нашим Приобретать богатство Потому что Ты делаешь нас Магнитами Для Твоих солдат Потому что Деньги Это солдаты Которым мы даем Повеление Куда двигаться И что делать И я благодарю Тебя Что у нас есть Это право И мы сейчас Это делаем Мы сейчас Возвышаем Свой голос И говорим Мы взываем За благовременно Мы взываем За благовременно Как праведники И разлитие Многих Вот Нас Не достигнет По слову Твоему Господь Которое утверждено На небесах И мы запрещаем Пожирающим Прикасаться К тому Что сеют Наши сердца И руки Мы запрещаем Гусеницы Жукам Различного рода Саранче Прикасаться Морозом И всему тому Что может быть Наводнением К нам это Не приблизится Мы принимаем Полноту защиты И полноту плода Во славу Господа Во имя Иисуса Христа Аминь Все оковы Иисус разрушил Совершил все На кресте Я свободен И искупен Дал Господь Победу мне Своим духом Ты даруешь Длинным выход Из тюрьмы И свободе Мы танцуем Ведь освободил нас ты Нет, я не вернусь назад И мир не сможет удержать Иисус меня освободил И живу я с Ним Слышит вся земля Так славлю я Господь тебя И чтобы мир Некак творил Меня Бог освободил Освободил Благодатью окружен я Свою милость ты излил Благодарен Благодарен И так счастлив Ты меня освободил Нет, я не вернусь назад И мир не сможет удержать Иисус меня освободил И живу я с Ним Слышит вся земля Как славлю я Господь тебя И чтобы мир не говорил Меня Бог освободил Слышит вся земля Как славлю я Господь тебя И чтобы мир не говорил Меня Бог освободил Освободил Свободны мы Свободны мы Победу дам Господь нам ты Свободны мы Свободны мы Победу дам Господь нам ты Свободны мы Свободны мы Победу дам Господь нам ты, свободны мы, свободны мы, победу дал, Господь нам ты. Ищет вся земля, как славяя Господь тебя, И чтобы мир не говорил, меня Бог освободил. Ищет вся земля, как славяя Господь тебя, И чтобы мир не говорил, меня Бог освободил. Ищет вся земля, как славяя Господь, мы благодарим тебя за свободу. За свободу в жизни, за свободу в выборе, за свободу в решениях, за свободу, которая делает нас свободными от планов врага. И как бы он не рычал, а мы от них свободны. Насколько вы это осознаете, друзья, то это счастье. Сознавать, что какие бы планы враг ни строил, мы свободны. Знаете, как многие люди боятся злых слов, колдовства. А мы знаем, что с этим сделать. Что оно к нам не прикоснулось. А чтобы оно убежало, испугавшись рикошета, который обязательно придет. На каждого, кто попытается поднять. Поднять питу, поднять язык. Но Господь сказал, злословия злословящих тебя пали на меня. Слава Богу за то, что все злословия уже легли на него. И к нам они отношения не имеют. Небесный Отец, я благословляю сейчас сердца народа Твоего принимать то, что будет семенем жизни. Семенем любви. Семенем мудрости. Для кого что нужно. Пусть Господь так будет преломляться Слово Твое. Пусть так будет преломляться внутри нас послание Твое. Жизнь Твоя и Твои мысли, Твои чувства. Твои, Господь, ожидания о нас, пусть в нас откликнутся. Я благодарю Тебя, что у Тебя есть мечта. И эту мечту Ты хочешь осуществлять не без людей. Ты для этого нас сотворил и искупил, чтобы мы с Тобой в этой мечте преуспели. Я благодарю Тебя за это, Господь. И потому в Твои святые руки я передаю все наши мысли, чувства сейчас. Я подчиняю послушание Христу и как себя, так и окружающих людей. Я запрещаю подглядывать и подслушивать всему тому, что является негативным источником. Я просто перекрываю для Него всякий проход. Господь, святое святых было за завесой. И потому место, где Церковь Твоя творит таинство, да будет для врага за завесой, куда он зайти не может. Господь, мы Тебя об этом просим и принимаем такую безопасную зону для того, чтобы наши мысли, они были сосредоточены на главном. Боже, я благодарю Тебя, что у нас есть в устах Слово вдохновенное. И пусть оно всегда будет наполняться благодатью и солью, мудростью и миром, верой и любовью. Пусть, Боже, наши слова исцеляют. Пусть слова в наших устах преобразуют общество. Пусть, Господь, в наших устах Слово тщетно к Тебе не вернется, как Твое Слово. Потому что мы Твое Слово берем в уста свои и на нем строим свое упование, веру, свою жизнь. И потому прямо сейчас мы можем сказать, это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю, мое сознание готово, мое сердце открыто принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садимся под Божьим покровом и в Божьем присутствии, друзья. И сегодня, я думаю, что каждый из вас проснулся, знает, что это последний день октября. Но это еще день, который имеет в себе исторические смыслы. И то, что пытается враг искажать, и он от этого очень в расстройстве большом, что когда-то, больше 500 лет назад, 504 года назад, была произведена реформация. Реформация в христианском мире, но которая повлекла такие последствия общества, что сегодня без реформации даже трудно представить себе, как бы выглядело общество. Потому что реформация прошла через искусство, реформация произошла через технологии, реформация произошла через отношения человека с Богом. То есть здесь все оказалось очень взаимосвязанным. И сегодня я хотела бы с вами говорить о том, о чем мы говорили в прошлый раз, продолжить, потому что мы с вами коснулись двух направлений, или две системы, две башни, где люди ищут своей безопасности. И та башня, которую мы не просто выбираем, она начинает на нас влиять. Это система ценностей. И поэтому без реформации сегодня общество не может прийти к тому, что люди хотели бы иметь. Как многие хотят, чтобы пришла свобода от коррупции. Как многие хотят, чтобы пришла свобода от страхов, которые сегодня есть на улицах. Потому что детей боятся отпускать одних на большие расстояния, потому что. И есть всему логическое объяснение. Тем более, когда мы сейчас находимся и видим, как много тех ситуаций, которые спровоцированы в обществе. И дают сегодня страхи и ужасы не только за себя, но за будущее поколение. За тех, которые рядом с нами сегодня. Так вот, это то, что без Божьей реформации решить невозможно. Здесь можно просто прятаться, можно какие-то для себя места убежища искать, что угодно. Но решить эти вопросы глобально можно только с Божьей реформацией. И поэтому сегодня я хотела бы вместе с вами поговорить на эту тему предпосылки решений. Предпосылки решений, либо реформация решений. Реформированные решения. То есть, почему мы, живя в одном и том же обществе, в одно и то же время, в одном и том же сезоне, даже находясь в одной и той же церкви, принимаем разные решения. Когда-нибудь вы задумывались об этом? Почему один человек принимает одно решение, другое другое, питаясь одной даже пищей? Находясь у одного стола. Находясь в одной атмосфере. В чем дело? Что влияет на решение человека так, что он кардинально видит по другому картину? И вы знаете, у всего этого есть, естественно, предпосылки. И поэтому я хотела бы с вами сегодня поговорить. С одной стороны, есть время для идеи. Есть время для тех решений, которые Бог определил осуществлять в каком-то конкретном сезоне человечества. И мне иногда задают вопросы, почему я часто употребляю слово «сезон». Потому что мне кажется, что это очень показывает в одном слове много. То есть, мы не будем зимой сеять, потому что мы знаем, что это не тот сезон. Но если мы находимся в том сезоне, который называется предзима или осень человечества, то нам надо обязательно обратить внимание на плоды, которые вырастают на наших территориях. И поэтому это сезон, когда мы говорим о плодоношении, о жатве. Сезон жатвы. И хотели бы мы или нет, чтобы все выросло, но все, что мы сажали, все вырастает. Поэтому, с одной стороны, пока еще жатва не собрана, есть возможность убрать то, что мы сеяли, и нас не устраивает эта жатва. Но если нас сейчас не волнует, какой плод будет, то будет собрано все. И вся нива будет пожата, и все плоды предстанут пред Богом, и те, которые бы мы хотели, и те, которые не хотели. Поэтому лучше разобраться с неправильными плодами сейчас. И для этого нам надо понять предпосылки решений. Что влияло на мои решения тогда? Я думаю, что с позиции, где вы находитесь сегодня, когда уже дети выросли, допустим, когда вы имеете опыт, вес этого опыта для вас значим, и вы смотрите и говорите, а вот тут я поступал не так, вот надо было бы вот так. А почему вы тогда так не мыслили? Потому что предпосылки были другие. Сейчас что-то созрело внутри, и вы можете сказать, вот это надо было иначе. И вы с позиции своего опыта, своего веса и значимости пытаетесь говорить кому-то, вот это опасно. Я такой дорогой ходил, или бы видел, как ходили другие, и пришли вот к таким результатам. Вы говорите молодым людям, а они говорят, да ну, а меня это не коснется, а я живу, как хочу. И нам кажется, Господи, почему такое обеспечие? Почему не слышат? Оказывается, Господь сказал, а я старца уберу, и это будет падение для Иерусалима. Мудрый советник, он просто будет убран, он не будет услышан, он будет в обществе, его слушать не будут. И это падение для городов, это падение для наций, падение для стран, падение для родов. И потому, друзья, чтобы принимать решения, после которых будет плод, который нас будет устраивать, то нам надо увидеть, на чем базируется каждое решение, которое мы принимаем. Какой мотив мы имеем в этих решениях? Но прежде я хотела бы напомнить те тезисы Лютера, которые являются основными для нас сегодня. Напомнить быстренько пробежаться по ним, чтобы потом прийти к тем решениям, которые принял тот же Лютер. Вы знаете, что очень важно время, в которое это решение созревает. Эта идея находит отклик в обществе. И вот это время, это тоже сезон человечества. И мы сегодня вступаем, получается, в 505 год реформации. Я думаю, что вот эта пятерка, последняя, она говорит, что благодать будет дана на этот год для реформации. И поэтому нам важно ее принять сейчас и понимать, что реформация начинается прежде всего внутри нас, с нашего мышления, о чем мы говорили в предыдущей тоже встрече, и с нашего выбора, который мы делаем на основании чего-либо. И в выборе обязательно будет задействован мотив. И мы сейчас это увидим. Но для того, чтобы нам увидеть, на чем базировался Лютер, потому что до него за 100 лет, как я уже неоднократно говорила, был Янгус точно с такими же тезисами, точно с такими же желаниями. Но у него не сложилось. Вы знаете, бывает очень опасно опережать свое время. Мы иногда хотим быть впереди планеты всей. А лучше нам быть в сезоне и понимать, что делает Бог сейчас. Вот тот человек, который смог на 100 лет преодолеть человечество, получив откровение, Янгус, он был очень близкий человек с Богом. И гуси-то назывались последователи. Они приносили преображение, пробуждение в те места, где они только появлялись. Они молились 24 на 7. Это у них была задача, которую они могли решать тем коллективом, который у них был тогда. И потому Янгус, их предводитель, он мог сам гореть и других зажигать. Но вот он получил идею реформации. Но так как не было еще готово общества, то его сжигают. Но Мартин Лютер, ему больше, так скажем, светило солнце, потому что он родился уже в тот сезон, когда общество было готово слышать. Но почему только отдельно взятый Мартин Лютер? Потому что желание сердца приложить тому, что он делал для Бога, было значимо. И Бог на это обратил внимание. И поэтому дал ему свою идею в правильное время. Я желаю, чтобы Бог нам давал свои идеи в правильное время. Понятно, будет множество людей, которые будут говорить, никогда так не делали. Этого не было. Но так в том-то и дело, что идея, которая приходит от Бога, в данный момент, она другая, чем была раньше. Не потому, что основы поколеблятся. Нет. Основы как раз наоборот стабильны. И вот это в этих тезисах. Только Писанием. Только Писанием. И вы знаете, когда Лютер это говорил, то для него вот этот момент был очень важен. Потому что Слово Божье, которое лежит в основании, и оно написано, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово стало Бог. Было Бог. И стало плотью. То есть вот, что было вложено в понятие Слова. Сам Бог себя реализовал через Слово и донес до человечества. Я думаю, что вы слышали эту информацию, что сегодня есть попытка, даже не попытка, а решение. Опять решение. Посмотрите. Реформировать, но с знаком минус. Божье Слово. Изменить Библию. На основании того, что кому-то показалось, что как такой устаревшей книгой сегодня пользоваться. Ведь мы же современное общество. Нам нужна другая книга. Нам нужна другая Библия. Так вот, как раз в реформацию входит понятие только Писания и без искажения. Потому что от того, что человечество стареет, Библия не постарела. Она сегодня гораздо важнее своей новости говорит, чем СМИ, которое искажено во многих параметрах. А Божье Слово как говорило правду, так и говорит. И потому попытка врага убрать эту книгу вообще из силовеческих глаз, сердец, из домов. Поэтому только Писанием это в основании лежит нашего исповедания. Вы знаете, один ребенок, которому очень сильный диагноз поставили на умственную отсталость. И говорили, что он даже не закончит второй класс, не только что где-то там дальше продвинется. И вот этот ребенок услышал о том, что его так врачи, так ему сказали такой диагноз. Но он любил читать Библию. И потому он открыл первый псалом и просто ходил, исповедовал его в течение каждого дня. Вот он просыпался, он начинал с этого псалма. И он говорил, что я тот, который о твоем законе размышляет. А значит, я буду деревом посаженным. А значит, мои листья в ней завянут. А значит, мои плоды, они будут видны для всех. И вы знаете, он ходил и говорил, ребенок, 8 лет. Он ходил, эти вещи говорил. В результате он закончил на отлично не только школу. Он закончил колледж, потом университет, стал писать книги, стал известен для многих. Почему? Потому что он встал на слово. Друзья мои, поэтому не смотрите на факты, смотрите на слово. И поэтому так важно его читать, так важно им пропитываться. Это формирует решение. Отсутствие слова тоже формирует решение, но из другой башни. Из другой системы. Поэтому, если внутри тебя есть критерий истины, то ты будешь принимать решение, исходя из него. Только вера. Это еще один тезис, который говорил Лютер. И вера, без веры угодить Богу невозможно. Поэтому, если мы будем свои доводы приводить и говорить вот потому или потому, Господь говорит, нет, если нет веры, то я не могу совершать, даже имея все, я не могу прийти в твою жизнь, потому что неверие – это то, что закрывает двери твоего сердца и твоей судьбы. Поэтому вера приносит прощение и добрые дела. Вы знаете, вот этот тезис интересный был у Лютера. Вера приносит прощение и добрые дела. А вы знаете, как он звучал у католиков, когда он реформировал это? Вера и добрые дела приносят прощение. Почему так ориентированы многие люди, что я добрыми делами заработаю прощение? Потому что была искажена вот эта истина. А вот тогда, когда есть вера, она приносит мне прощение, и я не могу не делать добрые дела, потому что я переродился изнутри. Совсем другая статусность у этих дел. Состояние сердца другое. Я не могу иначе. Вот откуда решение, когда внутри меня уже есть преображенная суть от веры. От веры в Божье Слово, от веры в Его истину, от веры в Его подвиг. И когда у меня это есть, это тоже сформирует мое решение. Это будет предпосылкой. И вы знаете, что интересно, он, Лютер, как раз называл вот этот тезис статьей, на которой стоит или падает церковь. Если церковь будет акценты делать на дела без веры, ну или сказать, веру надо обязательно обставить делами, то я хочу сказать тезис, который говорит Иаков, вера без дел мертва. Она имеет в виду, вот это послание имеет в виду, что вера, она будет из дел. Вера, она будет творить дела. А не наоборот. Дела, которые говорят о том, что ты без них, так скажем, не угодишь Богу. Без веры не угодишь. Но когда есть вера, будут дела. Только благодатью. Еще один тезис. Потому что мы не заслуживаем, а мы приобретаем. Коль я сказал, я быстро пройду. Поэтому только Христос. Христос является единственным посредником между Богом и человеком. Поэтому нет другого пути. Вы знаете, люди сегодня, которые изучают различные религии, различные философии, и видят, что там очень много доброго. И вы знаете, на самом деле, если даже букашку не обить, то философия это несет добро. Но спасение не несет. Вот это самое главное. Спасение не дает. И выход из проблем не дает. И силы для победы не дает. Есть желание и понимание, что да, это хорошо, но сам не могу это исполнить. Потому что только Христос. Только Он дает силу для победы. Только Он стал мостом для нас с небесами. Только Он является для нас покровом. И Он является полноценной жертвой, после которой мы с вами становимся другими и становимся друзьями неба. Только Богу слава. Еще один тезис Лютера. У него 95, но мы с вами берем 5, которые немножко сгруппировали предыдущие. Потому что слишком много он там говорил о тех нюансах, которые тогда имела католическая церковь. Итак, только Богу слава. Если мы с вами понимаем, что я ничего не делаю для того, чтобы мое имя прославилось. Каждый из нас это определяет, да? Или наоборот, мотивация, чтобы мое имя прославилось. Вы понимаете, какие решения будут приниматься? Сразу по-другому будет звучать служение. По-другому будут выстраиваться отношения. Как это ты меня не послушал? Как это ты решил по-своему что-то сделать? Человек говорит, знаете, мне Господь побудил. Да ты что, как Он мог тебя побудить, если я тебе не говорил? Вы слышите, да? Мотивация другая. Желание прославиться сразу в этом слышно. И поэтому, друзья, когда мы говорим только Богу слава, это формирует наше решение. Это формирует нашу позицию. Только Христос, значит, я оттуда беру критерий истины. Если же я думаю, что сегодня я могу сам себе быть режиссером в тех серьезных вопросах, которые ставятся на повестку дня, то я хочу сказать, решение без божественного основания будет нам очень дорого стоить. Очень дорого стоить. Поэтому не слушайте просто авторитет, а слушайте Духа Святого внутри себя. Вот это важно сейчас отрабатывать как возможности. Итак, друзья, сегодняшнее слово, которое я с чем проснулась, оно у меня не было в плане, но так как оно прозвучало, я его беру. Премудрость Иисуса Сына Сирахова. Работник, склонный к пьянству, не обогатиться, и ни во что ставящий малое, мало-помалу придет в упадок. Это слово не на слуху, потому что оно не в канонической части Библии. Но прозвучало сегодня, кто не считает важным малое, мало-помалу придет в упадок. Я вот это услышала, и я понимаю, что это очень важный критерий для принятия решений. Потому что если мы считаем, ну ничего страшного, я тут на компромисс пойду, и тут пойду, и тут пойду, а потом по-главному-то я решение приму правильно. Нет, это обман. Формируется крепость и основание, когда ты не считаешь маловажным малое. А малое становится для тебя как очень важный момент. Я как-то уже рассказывала вам, не буду сейчас всю эту историю рассказывать, когда мы были на одном из соборов, раньше они проводились иначе, и там был собор, связанный с такой игрой в историю. Ну игра, это такое слово, не совсем сюда подходит, но это сценарий исторический, который надо было переложить на современность. И мне там дали определенную роль, после которой стали развиваться события, и мне говорят, вот тебе надо теперь отказаться от христианства, чтобы твой сын занял престол в мусульманском мире. Я говорю, я не могу. Говорит, ну тогда все, тебя канонизируют. То есть мне они предписали, да? И причем, это я вам коротко говорю, они меня убеждали, они меня уговаривали. Ну как, мы первый раз подошли к такому результату, ну дай возможность посмотреть, что будет дальше, прими это решение. Я говорю, не могу. Они говорят, ну это же игра. Я говорю, для меня нет. Вы знаете, вот эти вот вещи, они важны, да? Я не принимаю решения в противовес своей совести. И в результате так повернулись события, что я смогла евангелизировать мусульманский мир, Россию, еще и в Америку меня отправили. По итогу вот этой игры, они потом смотрели и говорили, как это может быть? А для меня было четкое понимание. Вот то, что мы не упускаем, малое вот этой возможности, не позволяем быть. Вы знаете, что дети в игре живут, они в игре формируются. И поэтому во взрослых наших решениях, когда мы тоже формируемся, нам очень важно наблюдать, а что внутри. Я сейчас иду на компромисс с малым или большим, потому что что формирует мое решение изнутри, я за это в ответственности. Не то, как скажут люди, не то, как сейчас все общество, которое там было несколько десятков человек и даже несколько сотен, и все на меня смотрели, как, знаете, на какую-то надежду. Вот если я сейчас соглашусь, вот просто вот это будет здорово. А я говорю, а я не могу согласиться. Ни с кем из вас. Я ваши запросы не удовлетворю сейчас. Потому что мы с вами живем каждый день, каждое мгновение. И мы не можем себя, как психику, как свою личность обмануть. Мы пошли, значит пошли на компромисс. И потому решение, которое мы принимаем, исходя из талантов и даров, которые мы имеем. Вы знаете, что нет в зале человека, кто не обладал бы дарами. У кого-то больше, у кого-то меньше, но они все есть. Когда ты ими обладаешь, что ты думаешь по этому поводу? Я же хозяин этого дара. Будет одно решение, исходя из этого взгляда. Либо я себе не принадлежу, и дар, который я имею Божий, и мне надо будет держать отчет. Какие будут решения в первом и втором случае? Разные. Я желаю, чтобы вся церковь двигалась вот в этих ценностях реформации. Внутри себя, принимая решения, и дать Богу реформировать твои решения. Реформировать, потому что основания он будет приводить в соответствие и в порядок. И потому, друзья, когда мы с вами понимаем, что мало-помалу можно прийти в упадок, если мы не считаем важным малое, то тогда мы на мелочи будем обращать внимание. Не цепляться к людям. В своей жизни будем обращать внимание на них. Что я сейчас чувствую? Что я сейчас слышу? Почему я так думаю? Слышала одно свидетельство медика одного, когда ее должны были или могли уволить, и в принципе, что почти сделали. И у нее решение, которое она услышала от Бога, что ей делать, чтобы она не шла на компромисс в этом случае. Но она пошла к одному из уважаемых людей в церкви и сказала, а что вы скажете? Он посмотрел на нее, и первое, что он ей сказал, а что тебе Бог говорит? Но вторая фраза, знаешь, если для тебя это большой риск, то иди и делай. И она говорит, я в такое смятение попала. А потом, говорю, он же первую фразу сказал, что тебе Бог говорит? А Бог лично мне сказал, пойдешь делать, поразятся клетки иммунные все. И она, когда это услышала, Т-клетки, то она сказала, все, Господь, я все поняла. Я не дам свои Т-клетки под обстрел. И потому выбор, друзья, слышать голос сейчас, это важно. Решение принимать не из страха, не из компромисса, а от того, что есть основание, истина, на которой мы встали. И слава Богу за то, что у нас Бог говорящий. Итак, апостол Павел говорит в послании филиппийцам, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Если есть цель, к которой ты стремишься, как вы думаете, решения, какие будут приниматься? Когда тебе предлагается какая-то, может быть, беззаботная жизнь, иди, ну хватит тебе уже быть все время сфокусированным на что-то важное и главное. Ну расслабься ты, ну посиди ты спокойно. Понятно, отдыхать надо, я согласна. Но расслабляться и терять фокус нельзя. Расслабляться в смысле фокуса, да? Расслабить тело, пусть оно расслабляется, но дух твой всегда на связи. Я когда-то слышала свидетельство Питера Дэниелса, когда его жена вместе с ним приезжали к нам в гости. И они на семинаре, когда-то жена рассказала, вы знаете, он лежит на диване, приходят люди и смотрят на него, говорят, о, Питер отдыхает. А я, говорит, посмотрю на него и на них. Говорю, если бы вы знали, как он отдыхает, он следующую книгу пишет. Вы понимаете? Тело отдыхает, а его внутренний человек, он постоянно в том состоянии, которое что-то генерирует, что-то рождает. Я желаю, чтобы мы с вами были вот такими людьми, которые могут стремиться к цели, к почести высшнего звания во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. И потому, смотрите, Бог открывает тогда, когда мы живем по тому правилу, которое у нас уже известно. Вот мы знаем вот это правило, мы до этого достигли, мы так живем. У меня был случай, я не буду рассказывать предмет, вопрос, но был такой момент, когда я с одним очень уважаемым для меня человеком разговаривала на одну теологическую тему. И этот вопрос очень глубокий, очень масштабный, и он меня задает один вопрос, второй, а потом дошел еще до одного вопроса, и задав его, я понимаю, что он хочет услышать у меня вот такой ответ. А я так не верю, как он хочет услышать. И вот в том случае я пошла на компромисс, я сказала, как он хочет услышать. Вы знаете, мне стало так нехорошо, это он с другого города, я уехал уже оттуда, а мне плохо, я не могу никак себе место найти. И вот он приезжает к нам как преподаватель в семинарию, и мы с ним потом встречаемся, я говорю, слушай, мне надо тебе что-то сказать. Вот помнишь тогда тот разговор? Он говорит, помню, вот я тебе сказала то, что ты хотела услышать, но я сама мыслила иначе, и мне это не дает покоя. Он говорит, ну все, ладно, забыли, хорошо, мыслишь так, мыслишь. Но что интересно, что прошло время, я стала мыслить так, как он, по этому вопросу. Это удивительно. Но мне надо было жить в том правиле, которое я достигла тогда. Вы понимаете? Не надо брать большую планку, если ты не в состоянии. Вот ты так в это веришь, будь честен. А Господь откроет большее, но пройдет время, когда ты будешь готов это вмещать. И поэтому наше вместилище, он расширяет и дает уже новый масштаб видения, новый масштаб взгляда. Но тогда у меня было понимание, построенное на авторитетах, которые меня тогда окружали в моем детстве. И поэтому я думала, что вот только так. Но когда прошло время, Господь меня позвал трудиться на царство, и Он расширил мой взгляд. Он сказал, теперь посмотри вот на этот вопрос. Я увидела и удивилась. Господи, говорю, а мне тогда надо было признаться, что я, с компромиссом прошлась по этой полосочке. Но вот это важно, друзья, когда мы внутри себя эти вещи слышим и в них остаемся внимательными. И вы знаете, друзья, когда мы говорим, что мысли являются основными показателями внутри нас, когда мы принимаем решение, ведь мысли же там бурлят, да? И мы, исходя из этих мыслей, надо погрузиться поглубже. Какой мотив формирует во мне сейчас эту мысль? На основании чего она вот сейчас у меня возникла? И если мы здесь будем честными, мы четко обнаружим и ложь, и страх, и всякие сомнения, которые поднялись. А вдруг Бог меня не защитит? Вы знаете, в прошлый раз мы с вами говорили о характеристике дьявола, показав его отец лжи, клеветник, интригант и так далее. Но я хочу сегодня поговорить также и о портрете Бога, потому что для нас вот это является основной, который хотелось бы вместе с вами и периодически его каким-то образом возгревать. И Бог о себе сказал, что Он человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, Он есть любовь. Творец всего сущего, Его суть раскрывается в многообразии. Его имен, то есть мы знаем все имена, и вот эта книга по именам говорит, какие у Него грани. Любящий отец, царь над царями, защитник и победитель, начальник времени, первосвященник исповедания нашего, Он же судья и адвокат в лице Иисуса Христа, который взял на себя все наши грехи, и Он святой и совершенный. И вот тогда, когда мы вот этот портрет или эти черты, хотя бы эти, гораздо больше можно продолжать, но будет перед нашими глазами, и вот надо принимать решение. А я с Богом в завете. Какой мой Бог? Я начинаю эти решения принимать, исходя из Его сути. Вот Он какой святой. А если святой, компромисс тут никак-то неуместен. Будьте святы, потому что я свят. Бог дает нам это направление. И вот тогда, когда я начинаю себя взвешивать, а ведь именно эту часть Его сущности воспевают на небесах всегда. Свят, 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 Господь Саваоф. Он еще и сражается, святой. И потому, когда я начинаю исходить из этих параметров, какой мой Бог? Он вне времени и пространства. Он власть имеет над временем. Он мой защитник. Он не опоздает. И вы знаете, как нам очень важно быть чуткими к тому, что у нас происходит. Когда мы мыслим о ком-то, о чем-то. Одна история с учительницей, которая преподавала в младших классах. И был там один мальчик, Марк, который постоянно, с одной стороны, был такой шаловливый, но очень добрый и очень отзывчивый. И она видела его, этого ребенка, таким, что он такой, немножко где-то ограничить его было трудно по стилю его характера, но все равно он постоянно ее благодарил, всегда с почтением. Я благодарю вас, что вы мне сделали замечание. Но с нами делал потом то же самое. Я благодарю, что вы меня воспитываете. Я благодарю, что вы меня учите. Вы знаете, вот такой мальчик учтивый. И как такого ребенка не любить учителю? Конечно. Но вот она говорила однажды, что там многое, опять же давала какой-то новый материал, он постоянно тарахтел. И он мешал всему классу. И она сказала, Марк, еще скажешь, сейчас заклею тебе рот скотчем. Сказала и подумала, зачем я это сказала? Потому что все ребята стали смотреть на Марка. И первое слово Марка, и сразу все сказали, Марк заговорил. Провокация такая, да? Сразу донесли все, сделает или не сделает. Она подошла, заклеила ему, а он, глядя на нее, подмигнул ей. Сказать не может, но показывает, что я вам благодарен, вы меня учите. Она говорит, я не смогла, я сразу сняла этот скотч. И дальше, в общем-то, она какое-то время с ними работала, а потом на время оставила. И в конце уже их школы она стала у них преподавать математику. И вот, опять придя в этот класс, она увидела этого Марка уже выросшим ребенком. И он опять ее благодарил за все. И вот однажды была какая-то очень сложная тема. Они все устали, не могли решить какие-то задачи. И что она решила? Отвлечь внимание детей сейчас на другую тему. Потому что она поняла, что они начинают нервничать, у них не получается. И она, как вот учитель, который чувствует сердце ребенка, решила сделать немножко другую совершенно задачу поставить перед ними. И она попросила написать список ребят класса и каждому рядышком написать свою какую-то характеристику этого человека, но только добрую. Вот что он видит вот в этом однокласснике. И все одноклассники написали свои списки. Она собрала эти списки в конце урока, задачу оставили на следующий раз, но потом на следующий урок она принесла эти списки уже адресно и каждому собрала вот этот список, как о нем думают одноклассники. Дети были восхищены. Они читали этот список с таким упоением и говорят, надо же, во мне даже это увидели и это заметили. Они не знали, кто что написал, но это их так восхитило. И они с этими списками долго там общались. В результате класс стал очень дружным. В результате отношений их стали очень крепкими и на многие годы. Она уже давно их потеряла, что называется, из виду. И вот однажды, возвращаясь после командировки, ее встречают родственники и говорят, знаешь, нас пригласили на одно очень тяжелое мероприятие. И говорят, что Марк погиб на войне с Вьетнамом. Его сейчас, завтра будут хранить. Родители очень хотели, чтобы вы пришли обязательно на похороны. Она говорит, я пришла и смотрела на этого ребенка тогда для себя и на этого взрослого уже мужчину. и как мне хотелось весь скотч мира отдать, чтобы он только сказал хотя бы одно слово. Смотрела на этого солдата, убитого, и думала, Господь, как хочется ему так много сказать доброго. Но он сейчас не услышит. Родители принесли список, который она отдала ему в школе. Говорит, вот с этим списком он был в кармане всегда у него. И когда его убили, мы его достали из кармана его гимнастерки. Ему было так это дорого. Одноклассники, которые были рядом с ними на похоронах, они все подоставали свои списки, они их носили с собой. Почему людям это так важно? Их ценят. О них говорят. Добрые. Не потому, что у них нет недостатков, а потому, что мотивация кому-то помочь, кого-то поднять, кого-то поддержать, если она есть в твоем сердце, ты найдешь возможность, как это сделать. Господь желает, чтобы мы с вами имели в виду, реформация начинается с меня, потому что недостатки слишком колят, они выпрыгивают. Эти недостатки мы сами знаем, и люди их замечают, еще больше о них нам пытаются говорить. Но Господь говорит, а я тебя возлюбил, такой, как ты есть. Я цену за тебя отдал, чтобы ты сегодня не молчал. Даже тогда, когда ты, может быть, что-то тарахтишь, не совсем то, но ты со мной разговариваешь. Поэтому продолжай говорить. Мне важно, чтобы ты говорил, а не додумывал за меня, не додумывал за другого, чтобы ты начал делать то, что ты можешь. Скажи другому, напиши какие-то послания добрые, которые в результате этого человека будут сопровождать по жизни. Из-за дефицита добрых слов, вдохновляющих других, сегодня рассыпаются браки, разваливаются отношения родителей и детей. Из-за дефицита вот этих слов. Реформация начинается с нас. Решение принимаем мы. И как часто люди говорят, ну неужели он не знает, что я его люблю? А почему не сказать, что ты его любишь? И за что? И какие для тебя ценные есть качества в этом человеке? И поэтому, когда мы начинаем принимать решения из этого, что я хочу другому помочь, я сейчас не своей славы ищу, я ищу возможности Богу прославиться через мою жизнь, решения принимаются другие. И вы знаете, есть причины, по которым люди принимают другие решения. За то, что они не заботились иметь Бога в разуме. Бог предал привратному уму делать непотребства. Опять разум, видите? Не заботились иметь Бога в разуме. То есть, насколько ты мыслишь о Боге, о Его слове, о вечности. Если твои ценности там, то ты и мыслишь о них. Если ценности здесь по горизонтали, как я это потеряю? И вы знаете, эта женщина, которая сейчас сказала из этого свидетельства, да, был момент, когда ее вычеркнули со всех списков на работе и сказали, что все, она не работает, она письмо туда писала, которое она получила от Бога. Она говорит, Господи, ты же мне дал это письмо, почему меня увольняют? Но все равно я буду надеяться на тебя. Приходили родственники, пытались ее убедить, сказали, зачем тебе такой риск? Она говорит, Господи, ты мне сказал, я буду надеяться на тебя. И в результате ей позвонили, предложили другую работу с лучшей оплатой. После этого позвонили со старой работы и сказали, вы знаете, вы хороший работник, мы не хотим вас все-таки увольнять. Но до последнего этого не делали. Она говорит, теперь у меня две работы. Теперь мне надо как-то успевать. Я хочу, друзья, понимать вместе с вами своего Бога, какой Он. Какой Бог? Он никогда не опаздывает, но взвешивает, освобождая нас от всякого компромисса. На чем базируется твое решение? На чем базируется твое основание этого решения? На чем? И когда мы понимаем, что я не хочу иметь превратный разум, потому что Бог предал, потому что не имели заботы иметь Бога в разуме, но вы знаете, что есть еще одно место. То, что я сказала сейчас из римлянам, теперь другой перевод. Поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог оставил их на произвол их испорченных умов, допустив делать то, чего делать не должно. Ведь здесь не просто иметь Бога в разуме, еще и познавать Бога. Это те важные глаголы, которые в данном случае важны. Со всяким неправедным обольщением, это вот фессалоникийцам, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи. Вот еще один критерий, влияющий на наше решение. Не приняли любви истины, то есть не познали Бога, который дает все, что нам нужно, потребное и необходимое на этой земле. Тогда будут верить лжи. Поэтому нам важно, друзья, с вами иметь в виду, что когда-то Закхей, он не просто так сделал свой выбор. У него тоже были предпосылки для выбора. Когда-то он смог сделать этот выбор с учетом того, что Христос вошел к нему в дом. И он сказал, все, что имею, или там всех, кого обидел, воздам в четверо. У него появилось это решение. От чего? От встречи со Христом. До этого, кто бы ему сказал, он бы прогнал еще и, может быть, и налогов побольше снял, имея власть. Но Христос, когда с ним встретился, все поменялось. Почему Даниил и друзья могли принимать такие решения, бескомпромиссно жить? Кто-то повлиял на их жизнь до их попадания в плен. Повлиял так, что этот стержень с этими молодыми людьми остался. А жизнь Иосифа, как он мог вот так выстоять будущим молодым человеком против такого давления жены Патифара. Но после такого решения, когда он бескомпромиссно его принял, что получилось? Попал в тюрьму. Я думаю, что много было вопросов у Иосифа, но он не выступился со своей совестью. И это привело его на трон. Поэтому не начало славе дела, а конец. Конец. Поэтому все, что чисто, что достославно, что только добродетели похвала, что истина, о том, помышляйте. И Бог любви и мира будет с вами. Друзья, я желаю, чтобы мы работали с нашим мышлением, чтобы мы клали в основание не то, что является сегодня в глазах людей ценностью. Помните Марию, когда она принесла лавастровый сосуд с миром. И вот этот лавастровый сосуд, когда она его вылила, что получилось? Получила в ответ. Я хочу просто буквально коротко прочитать. Некоторые же вознегодовали. Слово какое, да? Пришел человек жертву принести. Некоторые вознегодовали. А кто эти некоторые? Соседи? Ученики, которые сейчас со Христом рядом. И они вознегодовали. И какая мотивация их сердца и негодование. Причем, вы знаете, они-то эту мотивацию не раскрывают. Говорили между собой, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим. Посмотрите, как у учеников поднимается торгашеское мышление. Продать надо все, а деньги получить. Причем тут Христос? Помазать его. Вообще-то зачем? Вот продать, мы сейчас бы это сделали очень хорошо. И потому действительно у нас начинает подниматься что-то из глубин, когда мы видим жертву кого-то. О, наверное, что-то думает, раз такую жертву принес. Откуда такая мысль? Она из тебя родилась. Значит, в тебе такие мысли, скорее всего, имеются. Вот почему, друзья, нам так важно за собой наблюдать. Не другого думать его головой и думать его мотивацией за собой. И потому они сейчас вскрыли, это же можно продать. Они вскрыли то, что в них еще было неисцеленным. И роптали на нее. Вот и результат. Их негодование привело к ропоту на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой. Когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Вы знаете, друзья, удивительно. Но только Мария это услышала. Помазать тело к погребению. Потом-то они тоже пошли с алавастровыми сосудами помазать тело, но уже не нашли Христа там во гробе. А вот здесь она успела. Здесь она слышала внутри себя мотив и высокую жертву, которую надо было ей положить. И она была готова на эту жертву. Поэтому смотреть на другого глазами своих мотивов, это значит обнаружить мотивы внутри себя. И поэтому, как только другой говорит о другом плохо, имей в виду, он говорит о себе. Поэтому отворачивай уши от таких разговоров. Иначе заразишься. Заразишься. И кому-то кажется, да нет, меня это не коснется. Не считаешь важным малое, увидишь итог. Окажешься там, где они. Но пройдет время. Окажешься на обочине, окажешься без служения, окажешься без плода, окажешься без результата. Почему? Ухо свое склонял к чужим мотивам и к боли того, что не исцелено в этих людях. Не потому, что их надо отвергнуть, но это не слышать или ставить предел таким разговорам. Это то, что нас защитит, друзья. Решение мы принимаем заблаговременно. И вот это решение, которое мы принимаем внутри своего сердца, Мария почувствовала и пошла в этом движении. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие с ее в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Мы уже говорили об этой связке, удивительной связке двух стихов. С одной стороны, Христос поднимает подвиг Марии, поднимает в данном случае еще и женскую природу, потому что для мужчин Востока это было совсем невыносимо. Но это что сделало? Это стало движением в сердце предателя, чтобы предать. Все, он уже не может выдержать. Видите, решение пришло. Почему? Потому что он воровал из казны, потому что он подозревал, хотел еще больше того, взять побольше денег, а Христос уйдет от преследователя, он же уже это делал, поэтому я просто деньги получу. Видите, мотивация, мотивация, накручивалась, накручивалась, и в результате пошел и предал. И еще сказал, сколько дадите мне? Устроила цена, и все, договорились. Поэтому вот жертва других вскрывает низменность в самом человеке, который сейчас эту жертву не может оценить. В данном случае мы видим такую картину. Поэтому, что влияет на твое решение? Какие предпосылки у твоего решения? Если было заблуждение, скажи об этом Богу, Господи, исцели мое заблуждение. Если ты не принимал любви истины, откажись сейчас от этой сухости в любви, чтобы тебе не продолжать верить в ложь. Потому что ложь сегодня только нарастает. нарастает на всех уровнях, нарастает по разным параметрам, ложь нарастает, потому что дьявол знает свое время, оно заканчивается. Он, как отец лжи, торопится просто выбросить на общество, выбросить на людей и поймать. И потому нам важно поверить в любовь истины, чтобы ложь к нам не прикоснулась, чтобы мы легко могли ее распознавать и различать и ставить вот эти пределы. Слава Богу, друзья, что мы можем с вами об этом говорить, потому что вера – это величайший Божий дар и который зиждется на основании Божьего слова, как мы уже сказали по реформации. И поэтому мы видим, что к концу времен ложь набирает обороты, потому что вера, она у людей гаснет. Гаснет без отсутствия с Божьим словом, без отношений с Божьим словом. Просто, ну, не хватило времени. Ну и что такого? Мало-помалу. Не хватило времени с Богом пообщаться? Мало-помалу. И вот оно начинает гаснуть и гаснуть и гаснуть, а потом ложь приходит и не распознать веры, как критерия нет. Я хочу, друзья, чтобы мы были бодрствующей церковью, знающей голос своего Бога. И главное, чтобы у нас было главным, каждый день бери какое-то хотя бы слово, если ты не можешь читать много, возьми какое-то слово и жуй его целый день. и будешь получать откровение. А получая откровение, твой внутренний человек будет расти. Разговаривай с Богом об этом. Скажи, Господи, где та малость, которой я сейчас пренебрегаю, и она может привести меня в упадок? Я не хочу, я хочу заблаговременно это увидеть. Видите, когда мы говорим с Богом, Его словом, мы точно будем зрелыми. Мы точно не останемся там, где есть опасность. И даже более того, опасность от нас будет убегать. Потому что мы будем сразу светом освещать не только для себя, но и для окружающих. Вот это опасность. Все будут видеть пропасть и уходить. Поэтому враг будет нас обходить десятой дорогой и уже обходит. Я желаю, чтобы было больше таких в церкви людей, чтобы мы были носителями Божьей природы. Давайте поднимемся. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что наша молитва, к Тебе и ожидания Тебя как Боготворящего, как Бога, Который никогда не опаздывает. И у нас сегодня есть эта привилегия взвесить свои решения, на основании чего мы принимали те или другие решения, на основании чего мы оказались там, где оказались. Потому что мы, может быть, потом будем видеть иначе, но сейчас нам надо жить в соответствии с тем, во что мы верим, а не идти на компромисс. И я благословляю сейчас каждого человека познавать, познавать Твою волю, познавать Тебя как Бога говорящего, а не молчащего. И сейчас посреди нас живой Бог и говорящий. И я благодарю Тебя, что Ты тот, Который сказал, воззови, и я Тебе отвечу. Ты тот, Который написал, что в свитке книжном о нас написано, а значит, нам надо каждый день этот свиток распечатывать, живя на земле. О чем мы сегодня уже слышали, я желаю, чтобы каждый из нас принимал эту возможность распечатывать Твою волю о нас на планете Земля. Чтобы каждый день проходил под вниманием неба, проходил под Твоим особым, сугубым вниманием и защитой. Потому что в нас Дух живого Бога. В нас та сила, которая воскресила Христа из мертвых. И когда в такой Бог с нами поделился своей природой, то мы не хотим оставаться на положении тех, которые игнорируют возможности, которые есть внутри нас. Научи нас жить по-новому. Научи мечтать о высоких вещах. Научи, Господь, мыслить о Тебе, как сказал апостол Павел. Наконец, братья мои, о том, что истинно, о том, что честно, о том, помышляйте, что досославно, что только добродетели похвала. Боже, я прошу Тебя, чтобы наконец на конец жизни, на конец времен, на конец ситуации, мы мыслили о том, что о горнем действительно несет отражение. Потому что там наше наследство и там наши ценности. И с какой позиции мы принимаем эти решения? Господь, я молюсь о реформации решений в Твоем народе. Пусть эта реформа произойдет на сердце, на сознание, на мотивации, на мыслях, на чувствах, на целях, чтобы решения, исходя из этих ценностей, формировались в наших жизнях. Дай, Господь, увидеть, что все мы обладатели даров и талантов, но это честь, которую Ты оказал нам служить. Служить Тебе. Эту честь пусть никто у нас не заберет. Господь, я молюсь о том, чтобы Ты сейчас возбудил ревность в каждом сердце, потому что нет бесталантливых людей в этом зале. Нет бесталантливых за пределами этого зала. И поэтому я прошу Тебя, Господи, пусть эта ревность поднимется, а Я и Дом мой будем не просто знать Господа, а служить Господу. Служить Господу. Служить дарами, служить талантами, служить всем, чем обладаем. Служить Господу. Это решение, которое принял Иисус Навин когда-то. И Он передал это на века. И я прошу Тебя, Господи, дай этому решению пронзить наши сердца настолько, чтобы другие решения нас никогда не соблазнили. Отец, у нас есть еще время Тебе послужить. У нас еще время быть на алтаре Твоем живой жертвой. У нас еще время есть, чтобы быть каналами, через которых транслируется Божья мудрость, Божья истина, Божьи звуки, Божьи мелодии, Божьи молитвы, Божьи прикосновения. Господь, мы хотим быть этими каналами. Отец, очищай нас, как каналы. Очищай, чтобы шлак нашего эгоизма и всяких измов из нас больше не вылезал. Чтобы все это было удалено, как восток от запада, Господи, чтобы гордость надмене, тщеславие, ложь врага в нас не имела части. Поэтому я прошу Тебя о народе Твоем. Я молюсь, Господи, очисти нас, как сосуды, чтобы нам быть сосудами чести, которыми Ты можешь владеть, употреблять, когда Ты хочешь и где хочешь. Господь, я благодарю Тебя, что могу ходатайствовать за церковь. Открывай глаза и уши, открывай внутренний взор каждому, потому что одно дело, когда говорит человек, но другое, когда говоришь Ты. Я также молюсь о том, чтобы всякий яд, который пришел от негативных слов, от болезни других людей, которые выражали свои мнения, сомнения, подозрения, во имя Иисуса Христа, да будут они прямо сейчас аннулированы силой Твоего огня, чтобы пришли глаза к зрению, чтобы слух появился у ушей, трезвый и ясный, чтобы отделять вот эту солому и мекину от того зерна, которое надо брать и пропускать через себя, превращая в хлеб. Поэтому, Господи, я молюсь о народе Твоем, избавь от уст лестивых и от уст лживых, от коварных людей, избавь нас, Господи, и дай нам самим строить эти границы, чтобы к нам это не прикасалось. И я благодарю Тебя, что могу сейчас, вот в это ответственное время, когда надо принимать решение благословлять Твою церковь и благословляю ее. Во имя Иисуса Христа благословляю церковь быть столпом и утверждением Твоей истины, не нашей правды, а Твоей истины. Господь, я благодарю Тебя, что Ты знаешь, как сделать монолитной Твою церковь, сильной и мощной, которая может выдерживать удары и еще не только отражать, но и наступать. Я благодарю Тебя, что мы сейчас принимаем силу для реформации, которую Ты дал когда-то Мартину Лютеру. И мы сейчас принимаем эту силу для нашего сезона, для нашего времени, для периода жатвы. Господь, нам надо иметь то, что нас реформирует изнутри, то, что нас переводит от силы в силу, от веры в веру и от славы в славу, чтобы нам не своей славой быть озадаченными, но Твою славу умножать через плодоношение, Твою славу умножать через смирение, Твою славу умножать через правильные решения, Твою славу умножать через свободу от компромисса. Господи, вот об этом просьба к Тебе и об этом молитва к Тебе, чтобы Ты говорил к нашему духу и к нашему сердцу, говорил к нашему внутреннему человеку и сказал, а я вижу Тебя, я взвешиваю Тебя, я знаю, где Ты находишься, я не даю сверх сил никому, я проведу Тебя, я помогу Тебе, но Ты уповай на меня, а не на плоть колеблемую, уповай на меня, а не на трости, который вокруг, уповай на меня и на Слово Мое, на заветные отношения уповай и утверждай этот завет. Господи, я благословляю Твой народ, я благословляю Твое наследие, себя благословляю и детей и внуков благословляю и знаю, Боже, Ты есть Тот, у Которого мазь, помазывающая глаза, поэтому пусть эта мазь сейчас сойдет с неба, пусть она пройдет по залу и помажет глаза. Господи, открывай так, как Ты это можешь делать, открывай и возвращай первую любовь, возвращай жажду служить Тебе, когда у многих гасится вера, пусть Господь в народе Твоем, она воспылает, воспылает, потому что вера – это дар, полученный от Тебя, это драгоценнейший дар, и дай его оценить, оценить по достоинству, не потерять, не пренебрегать, а кормить веру, питать ее и умножать плодами дел, которые подкрепляют дела веры. Благодарю Тебя, Господи, благодарю Тебя, что это молитва, которая в уши Твои пришла, которая сердце Твое касается. Господь, я благодарю Тебя, что те сердца, которые присоединяются сейчас к этому голосу и в моих устах, они принимаются как единая молитва, принимаются как единый голос, потому что мы с Тобой одно, Господи, и тело Твое, это Твое тело, мы это Твое тело, любимый, и поэтому мы храм живущего в нас Святого Духа, и никакое инородное тело к нам не придет и не приблизится, потому что мы не свои, мы Тебе принадлежим, любимый, и я благословляю народ Твой познанием Тебя, познанием Тебя, познанием воли Твоей, не просто знать, что есть воля, а познавать ее, познавать каждый день. Драгоценный Господь, я молюсь, чтобы это Слово было растворено верой и превращено в плод новых решений, решений, которые погубят планы врага в каждой судьбе и в каждой личности. Я благодарю Тебя, Дух Святой, я благодарю Тебя, потому что в нас есть такая мощь, которую мы сейчас распечатываем, и говорим, благоволение идет впереди нас, благоволение заходит в кабинеты власти, благоволение заходит во все кабинеты работы, благоволение идет, благоволение идет, и лучшее к нам приходит, лучшее и полноценное. Слава Тебе за это, Господь. Слава Тебе, что никто от нас не может забрать то, что дал нам Отец. И оно к нам приходит, и оно нас обеспечивает, и оно делает нас сильнее врагов, оно делает нас успешнее, целостнее и результативнее. Слава Тебе, любимый. Молились к Тебе. Молитвой веры, молитвой согласия, молитвой праведника, усиленной молитвой праведника. Господь, слава Тебе за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, вся слава нашему Богу, который знает, что Он делает сегодня. Он знает, и Он творит. Творит судьбы, творит нации, творит народы. Я хочу сейчас обратиться к тем, кому еще важно принять Иисуса своим Спасителем. Вы знаете, друзья, я хочу не устать говорить о том, что в этом сезоне жить без Бога не получится. Какой бы ты ни был умный, какой бы ты ни был образованный, какой бы ты ни был, может быть, много-много-много опытный, но в этом сезоне без участия сверхъестественного Бога жить не получится. Поэтому, если у вас есть сейчас это понимание, что вам нужен Бог, которого вы еще не знаете, то выходите, мы будем за вас молиться. Если вам нужен Бог, который преобразует вашу судьбу, выходите, мы будем молиться. Друзья, вы зря сели, потому что мы сейчас будем молиться. Выходите, если есть такие. Не будьте в смущении. Вы знаете, друзья, смущаться перед тем, чтобы принять жизнь вечную? Нельзя. Надо бежать в объятия небес. Надо бежать в объятия к Отцу, который говорит, а я сыновей и дочерей жду к себе. Я жду тех, которые когда-то были рождены мной, сотворены мной. Мы сегодня слышали, я дивно устроил тебя. Но человеку кажется, что я так дивно устроил. А Господь хочет, чтобы наши судьбы, они менялись и преображались. Я хочу, чтобы мы здесь узнали Бога, который силен проводить через бури. Как вас зовут, молодой человек? Александр, кто из смелых есть, чтобы присоединиться к Александру? Спасибо, Александр, за вашу смелость. Но я думаю, что это как раз стоит того, потому что ради этого Христос пошел на Голгофе умирать. Он не стыдился тому быть, поднятым над всеми. Еще к тому израненному, избитому, раздетому, не стыдился. Ради тебя и меня. И потому, если есть в зале люди, которые еще не решили вопрос вечности, не оставайтесь в стороне. Бегите в объятия неба. Вопрос вечности, это вопрос не на спеху решается, но в то же время не потерять возможности. Не потерять возможность, друзья. Возможности дает Бог. А у нас опять решение, принять или нет эту возможность. Вот это решение. Посмотри, что тебя смущает выйти сюда? Ведь это же мотивация. А что подумают? Стоит ли оно того? Потому что мы ни о чем сейчас не думаем в плане вас, кроме добра. Как вас зовут, девочки? Даша и Лариса. Слава Богу за тех, которые приняли это решение в своем сердце сейчас. Друзья, Господь, Он не наблюдатель. Он сейчас не наблюдает за вами, а Он участник вашей судьбы, куда хочет включиться. И сказать, я знаю, что ты проходил. Я знаю, где ты был. Я знаю, когда ты обращался, чтобы, может, хотя бы кто-то помог. А Господь говорит, а я слышал. И тебе казалось, что я опоздал. А я знал, что помощь нужна не в том, чем ты просил тогда. А помощь нужна сейчас, чтобы твоя жизнь была спасена. И поэтому, пройдя через какие-то испытания, пройдя через какие-то трудности, но твое сердце стало готово слышать мой голос. И поэтому, и поэтому, сделав этот шаг не в пустоту, не к сцене, а в отношения. В отношения с Богом. В отношения с Его вечной любовью. Я предлагаю вам сейчас вместе со мной повторить важные слова молитвы. Молитва – это разговор с Богом. Молитва – это сердце, разговаривающее с Ним. Это не просто правильные слова. Слова могут быть очень разные. Главное, чтобы сердце в этом участвовало. И поэтому, если сейчас каждый из вас скажет то, что вам Бог готов дать, Он это даст. Но для этого ваше сердце пусть будет задействовано в этих словах. Чтобы вас ничто не смущало, можете закрыть глаза и повторить за мной те слова, которые ключевыми окажутся для вашей судьбы. Небесный Отец. Давайте залом поможем, друзья. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу тебя, прости мои грехи, очисти меня от всякой нечистоты, от всякой лжи, от всякого греха и его последствий, от проклятия и беззакония, очисти душу мою, освободи меня от цепей ада, выведи меня на пространное место. Я хочу знать тебя как своего спасителя, как своего друга, как того, с кем я могу обсуждать и важные, и малые вопросы. Мне нужен ты по жизни. Прости меня, что столько лет я сам решал вопросы и пытался найти выход. И мои решения во многом были ошибочны. Не всегда я это признавал. Мне это трудно признавать. Но сегодня я прошу тебя, избавь меня от неправильных решений. Благослови меня платформой для решений, чтобы была верная мотивация, была честность. Я принимаю от тебя способность к реформации собственного разума, собственной судьбы, собственного сердца. Я его тебе передаю. Иисус, ты один. Положен цену за каждого и за меня. Я принимаю эту жертву. Я принимаю стопроцентный результат. Благослови меня твоим благословением. Научи слышать голос твой. Дай рождение свыше моему духу. Я хочу соединиться с тобой, чтобы канал твой в моей жизни заработал. Господь, ты даешь зрение глазам. Ты даешь ушам слышание. Дай мне тебя слышать, понимать и чувствовать, и не перепутать тебя ни с кем. Благодарю тебя. Ты принимаешь меня таким, как я есть. чтобы дальше преображение перевело меня на новый уровень. Благословен Господь в моей жизни навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю вас сейчас принимать то, о чем мы молились. Вы знаете, что Господь учит молиться. Вы можете Ему сказать об этом. И сейчас я попрошу вас подойти со Светланочкой. Света вам сейчас дает Евангелие. Подойдите на пару слов буквально к ней, и потом пойдете на свои места. у нас группа прославления еще готова прославить Бога? Или уже все расславились? Добрый день, драгоценная церковь. Хорошо, друзья. Тогда я попрошу сейчас сделать объявление, те, которые хотели. Да, пожалуйста, Гульнара. Дай, пожалуйста, сверху микрофончики. Присаживайтесь. Добрый день, драгоценная церковь. Слава Богу, у нас возобновляет свое служение пророческое рисование. Мы приглашаем всех желающих. Занятия будут проходить с 11 часов утра перед основным служением во втором зале возле мужского туалета. Все, кто хочет, кто умеет рисовать и не умеет, но очень хочет. И, может быть, есть профессиональные художники, кто хочет присоединиться к этому служению. Пока занятия у нас проходят дети и взрослые вместе, в следующее воскресенье в 11 часов. Ждем всех желающих. Будем рады вас видеть. Спасибо. Положи пока туда микрофончик. Друзья, у нас есть парочку объявлений, которые связаны с новыми служениями. Одно вы сейчас услышали. И еще есть служение у потоков ВОД. Есть тут сейчас Ольга, которая это служение организует. Можно вас попросить встать? А, ты, хорошо. Выйди, пожалуйста, Оленька. Посмотрите, в чем суть этого служения. Это изучение Божьего слова на большей глубине. И она это хочет делать по пятницам. Да, Оля? Ты, может быть, сама скажешь тогда. Возьми микрофончик и пригласи людей. Да, уже объявляла. Еще раз повторю, тогда по пятницам у меня дома. Мы проводим служение. Это не группа домашняя, это именно служение целенаправленное. Мы занимаемся. Уже проводили, уже пару служений состоялось. Микрофон поближе. Да, я делюсь тем, чему меня Бог учил все это время. Перекладываю практику теперь на теорию, чтобы это заработало у вас в практике. Теми инструментами, те виды, как я это делаю. Моя задача, чтобы вы это могли делать впоследствии самостоятельно. Моя задача именно, чтобы вы укоренились у этих вот самостоятельно. Не задача, чтобы мы будем постоянно этим все время заниматься. Моя задача, это как старт для вас, чтобы вы заинтересовались, чтобы писание стало для вас живое, интересное. Именно вызвать живой интерес и жажду. Моя задача, жажду вызвать к слову и не бояться к нему приступать. Открывать, читать, размышлять, вникать, вопросы задавать. Вот в таком ключе мы работаем. Значит, желание глубины. Сегодня мы уже про потоки вот говорили, про первый псалом. Вот, пожалуйста, есть возможность сразу пустить это в оборот. Еще просил Валерий периодически говорить о мужском служении. Валера, я так понимаю, куда-то вышел. Но в любом случае, друзья, мужчины особенно, те, которые хотят отношений в церкви, потому что в большой церкви найти отношения бывает непросто. В домашних группах может быть, но когда мы говорим о мужском уже общении, когда только мужчины могут собираться, у этого есть свой колорит. Я не говорю, хорошо это или плохо, это просто свой колорит. И мужчинам надо бывать в своем обществе, слышать друг друга, понимать, о чем кто думает, как молится, как общается. Поэтому я вас благословляю, мужчины, подойти к Валере. Если есть возможность высветить этот телефон, то давайте высвечим, да? Ага, вот Валерий. Все остальные служения, и женское, и семейное, все работает, все остается. Просто я не хочу каждый раз одни и те же. Можно пускать сейчас, просто чтобы они прошли, как объявление. А так мы встаем с вами благословения, призываем, принимаем и идем в свои дома. Благословит тебя Господь и сохранит тебя. Презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом. Благословения всем, друзья, на этой неделе. Благословляем выезд, который у нас тоже будет с завтрашнего дня, даже сегодняшнего. Субтитры создавал DimaTorzok